Имени пресна и вовеки, Бог, поменья, честная непорочная дева. День учителя в православной средней школе Феодоровской иконы Божьей Матери начался с молитвы. Впрочем, так здесь бывает в любой торжественный день. Но 5 октября – дата особенная. Это праздник не только учителей, но и учеников. Подход к воспитанию в этой школе отличается от других, поэтому и дети здесь другие. Здесь больше духовности, больше порядочности, больше красоты, больше добра. Зла нет, как бы дети не учились, кто-то хорошо, кто-то слабо, кто-то больной, кто-то с какими-то отклонениями. А все равно относятся друг к другу очень по-доброму. Издевательства как такового никогда нет, оскорблений как таковых тоже самое нет. Потом отношения хорошие. День учителя в православной школе состоялось знаковое событие, которого ждали 8 лет. В школьном музее установили мемориальную доску бывшему директору школы, отличнику народного просвещения РСФСР Павлу Алексееву. Он руководил учреждением 41 год и ушел из жизни в день последнего звонка, 25 мая. Школа построена во многом благодаря труду моего деда. Она была маленькой, двухэтажная. Он добивался, чтобы она становилась большой. Когда-то она работала в две смены, и окна горели до 9 часов вечера. А отпуск у дедушки не было никогда, это я точно знаю. У него каждый день 8 часов он обходил наш квартал. До 7 часов вечера мы с бабушкой смотрели в окно и ждали, когда погаснет зеленая лампа в его кабинете на первом этаже. Он жил только школой. В этой школе стараются сохранять традиции и чтить память тех, кто работал в непростое военное время, тех, кто воевал за мирную жизнь. Напротив школы расположен обелиск с именами учеников, которые погибли, защищая страну от врага. Воспитать в детях патриотизм, по словам педагогов, в советские годы удалось именно Павлу Ивановичу Алексееву. Он смог вот эту вот высокую нравственность привить людям, вернее детям, которые здесь учились. И как результат вот его серьезной работы, вот такой педагогической, да, это как раз вот те мальчики, которые ушли на фронт, 205 учеников погибло во время Великой Отечественной войны, защищая Родину, вот этих учеников этой школы, а четыре из них стали герои Советского Союза. Я думаю, в этом огромная заслуга, в том числе и Павла Ивановича Алексея, который смог привить вот эту любовь к Родине. По праздникам, таким как этот, в школе обычно яблоку негде упасть. В выпускнике целыми семьями приходят в родные пенаты, чтобы вспомнить, как хорошо здесь было в детстве, как нравилось приходить на уроки, какими добрыми и внимательными были учителя. Во дворе школы до сих пор растет береза, которую Павел Иванович вместе со своими учениками посадил 9 мая 1945 года, в первый день мирной жизни после войны. Это дерево ребята свято берегут, так же как и память о великом учителе. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.